Предлагаю осветить тему обучения в школе. Как начать обучение, как лучше и правильно выполнять практики, какая последовательность, что включает практики утром, а что вечером, как выбрать для себя практики, какие практики обязательно для учеников школы, как и сколько практиковать с НГЭ, как понять, когда закончится одну практику и начать выполнять другую, тема обширное обучение в школе. правильно дело в том что для того чтобы понять чему обучаться в школе необходимо понять что же мы получим после того когда мы будем обучаться в школе и так первое когда обычный человек своей жизни начинает чего-то хотеть то у него ничего не получается когда обычный человек говорит я тебя накажу и пробует наказать кого-то то никого не наказывается когда обычный человек складывает руки начинает молиться богу то обычно бог не слышит а делает все наоборот так просит здоровье здоровья не прибавляется так просит там денег деньги не по мне прибавляется и многие люди они живут по принципу маркетанской лодки она куда-то плывет и никуда не приплывает чему я обучаю в школе на первой ступени я обучаю тому что есть некая коммуникация между человеком и богом это коммуникация заключается в определенных правилах они называются за туристские правила то есть там я объясняю человеку что там подобное притягивает подобное если страдаешь у тебя это забирают живи по принципу получает жизни радость и так далее то есть первые элементы философии так человек понимает как коммуницировать с высшими силами на второй ступени я говорю очень много о том что существует некий характер ли существует некая спица фуриока для того чтобы раскрутить вокруг себя свое желание или раскрутить вокруг себя энергетику нужно обязательно иметь об обо что опираться вот смотрите колесо с покрышкой свободом и со спицами разве может существовать если нет центра для того чтобы куда-то идти необходимо чтобы было начало и для того чтобы куда-то прийти необходимо чтобы был конец именно поэтому олимпийские игры возможно если есть старт и финиш а наша жизнь она тоже должна иметь старт и финиш а энергетическое существо но тоже работает по определенным принципам и для того чтобы человек на пути а наша школа приводит обычного человека к тому чтобы после окончания школы он включил у себя особенность которая называется фортуна и необычайное энергетическое могущество чтобы влиять на человека на расстоянии чтобы мог полечить человека чтобы влиять на расстояние чтобы кому-то помогло там выздороветь чтобы человека судьба улучшилась чтобы повлиять на себя или на окружающий мир чтобы там бросили курить пить чтобы там что-то произошло и так далее обычные люди обычно только думают что они это умеют делать да ничего у них не получается это обман все не там внушение и так далее а магии как я никто не преподает почему и они сейчас обидятся все не скажут да дуйку обману и да есть маги это препод нифига все это обман потому что магии есть свои условия эти условия не те которые я преподаю в школе человек в энергетический кокон круглый да и для того чтобы его раскрутить человеку необходимо обязательно центрирование это это центрирование энергетической я объясняю что это такое объясняю это центр спица фуриока объясняю почему и как она работает объясняю как запустить так чтобы это все в спице и даю методы которые дают человеку возможность заставить эту разную энергию проявиться в этих энергетических кокона в этом энергетическом коконе в этой спице ну грубо чтобы подключить к этому человеку особенности когда человек может как-то начать хоть по чуть-чуть влиять далее у человека должно быть хорошее здоровье и в человеке есть определенные элементы первый элемент называется энергия ци я объясняю на второй ступени как построить котел ци для того чтобы человек питался этой энергией чтобы она не просто вытекала не просто затекала где-то накапливалась чтобы человек ее использовал почему так человеку обычному можно сказать там ты козел он будет всю жизнь помнить а эзотерику это мешает для него это помеха ему нужно сделать все для того чтобы он мог это все где-то сжигать на следующих ступенях я объясняю что такое ваджарный котел а это еще что такое ёшкин кот а ваджарный котел это некая энергия которая находится в груди у человека а что еще это такое вот смотрите согласно моей эзотерической темы не маргинальной традиции это чтобы одного из этих бородатых рыжих человеков успокоить я хочу сказать что я не принадлежу маргинальной не пред маргинальной никакой другой традиции я хочу сказать моя эзотерика единственная правильная единственный человек который находится одновременно в обществе больших магов которые умеют влиять на людей и из этого общества единственный человек который имеет возможности желания помогать обычным людям почему не зря у меня есть даже духовное имя которое звучит как гуру ларгесер то есть гуру который обучает обычных птичек царь птичек а это обозначает что я создан для того чтобы помогать обычным людям для того чтобы обычные люди приходили к тому что можно влиять на этот мир а не быть бесконечно не не ходить бесконечно в заблуждении единственный человек кто объясняет и рассказывает как можно влиять и как можно строить себя так чтобы это имела еще технический элемент прививая философию прививаю философию радости и создавая в человеке некие реакторы которые могут влиять на окружающий мир и конечно даю этот вожарный котел в моей философии из-за того что являюсь человеком ясновидящим способным просматривать других людей способным просматривать ситуации других людей и так далее что доказала моё длительная работа с огромным количеством людей как вы заметили там есть огромное количество людей которым я давал там рекомендации там предсказывал судьбу этих людей на сегодняшний день просто сотни тысяч уже эти люди они существуют и могли бы доказать это написав комментарии там к видео вот напишите если я вам помогал и правильно предсказывал вашу судьбу напишите в комментариях видео когда закончится этот семинар что дуйко сказал мне то это вот это случилось таких же людей много там выйти не выйти там переедешь не переедешь нужно не нужно этих же людей огромное количество что вы молчите пусть знают что есть не обманщики вот такие а как у других людей вот и будешь так делать и все произойдет люди делают делают ничего не происходит так вот я хочу сказать вам душа человека она у человека который не живет нормальной жизнью эзотерическая она постоянно проходит мимо него то есть душа ваша она все время то в прошлом то в будущем там прошлым то в будущем то прошлым то в будущем а когда человеку строим а душа для человека это элемент иерархии сознания общается с душой душа общается с богом и душа не любит тело именно поэтому когда тело становится механическим и желает только трахаться и жрать то душа начинает воспитывать тело и говорит ты рождено тело для того чтобы быть духовным существом и начинает уповать к сознанию осознание она может попросить у бога что-то у души но не у кого просить потому что душа все время летает и мечется потому что и неприятно жить в теле которая хочет только трахаться и жрать и тело которое только эмоционирует трахается и хочет жрать жрать и неудобно этой души она высокодуховная и неприятно находиться и она попадая в тело наказывает заболеванием попадает в тело наказать и говорит о господи помоги когда вы обращаетесь лук то кто рядом с вами находятся да рядом с вами находятся демоны самые обычные демоны мертвого мира находятся черные существа вашей ненависти находятся существа вашей истерии вашего обвинения вашей обиды вашей жадности печали лжи и завости вашей эгоизма вашего злости вашего желания бесконечного секса обжорства вот что находится рядом эти духи они находятся игре помоги мне господи и они начинают помогать после они считают что они для вас ваш бог если вам сказать кого-то уповаешь бога или будет тогда голодным вы скажете нет я уже захотел есть господь пусть подождет и будете объедаться и там как у некоторых мужчин господи господи какая-то женщина все нужно жену бросить ехать какой-то женщине а где же высокая духовность а а где же знаменитое стенание тело а где же презирание негативных состояний где же духовной рост где возможность быть не таким как все обычные люди пусть весь мир будет хитрым вы вне этого пусть весь мир обожрется иногда плоть свою сжимайте в крепкие организационные осознанные элементы иногда своим сознанием не допускайте к вашим этим слюням к вашим этим эгоистическим проявлением важности там истериям и так далее пусть сознание ваши воспитывает ваше тело воспитывает тогда душа будет тянуться к осознанному духовному сознанию и тогда обратившись однажды сюда в середине груди вы скажете господи пусть моей жизни все получится и все будет получаться как по мановению волшебной палочки а так вы обращаетесь и говорите пусть моим детям везет и после этого да что ж такое хочу есть да вы есть хотите все время 24 часа в сутки голод для вас неестественное состояние хотя после 45 лет для человека голод это спасение от тела и голод это помощь души и сознания на самом деле нет у нас голод это уже что-то страшное нет голод это от бога обжорство это от дьявола поэтому человек должен выбирать на каком он пути он на пути для он на пути за темные силы или на пути за светлые силы голод стинает ваше тело а когда в тело стинается то душа хочет находиться это духовности близко ладно неважно и мы строим некий ваджарный котел для того для чего это ловушка для того чтобы там остановилась душа в какой-то момент и открылась пожалуй обычных людей вот эти все слова не вызовут ничего господи это он чепуху какую-то говорит все это не так хотите верьте хотите нет именно так это все устроено но тут еще сознанием вопрос а сознанием вопрос вот какой дело в том что сознание но тоже работает как попало потому что там чувства какие попало потому что сейчас люблю сейчас не люблю нет не знаю общаться с одной женщиной женщина мне это говорит я так хочу отношений хороших мне так нужны отношения ращу сама ребенка мне такой соотношений и тут же говорит хотя знаешь мне бы хотелось чтобы было путешествие мне вот самостоятельность хорошо чтобы путешествие было а так вообще если за кого-то замуж выйду то ему нужно варить кастрюль еды тогда я говорю послушай не нужно к отношениям относиться как работе отношения это не не работа отношения это просто проживание совместной жизнью отношения это жизнь отношения это не работа когда начинают жить мужчина с женщиной они должны отношения семью воспринимать как условия одной жизни а жизнь вы скажите вы заставляете себя жить нет и вот жить совместно это тоже не заставлять это не работа к этому нельзя относиться как к работе к этому нужно относиться как жизни а если эта работа то тогда вы не готовы к отношениям я должна варить ничего не должны хотите не варите а кто же будет варить поговорите с ним скажите я не умею не могу не хочу пожалуйста варит для меня вы что-то шумеете и тогда эти отношения будут гармоничными они только на сексе и не только то а там еще эмоции знаете эти говорит я одновременно хочу одновременно не хочу да надо хотеть потому что бог создал людей для того чтобы они хотели чтобы рядом были гнезда чтобы в гнездах были птички чтобы были самки и самки самцы и самки чтобы была эта любовь любовь она должна быть конечно же так бывает еще несправедливости то есть один любит другой терпит потом один терпит другой любит но это называется духовный рост в стенании души в стенании тела в стенании сознания формируется духовность человека ничего с этим сделать нельзя ну я о сознании если у человека чувства не взяты как бы в клетку то тогда сознание живет как попало но сейчас эгоистично сейчас она все знает сейчас она не хочет это она хочет это она знает это не воспринимает и сознание становится таким как в клетке она становится железным становится твердым становится горячим и после того когда такое сознание становится как раскаленный шар мы используем метод управления своего сознания и когда это происходит на шестой седьмой ступени мы этим всем занимаемся и потом я рассказываю высоких сферах то есть есть фурёка есть воджарный котел есть элементы где сгорают все эти эмоции есть управление сознанием человек потому что умеет и знает что такое сферы сознания управляет этим умеет выводить сферы сознания у него развивается сновидение умеет поднимать энергию кундалини после чего применяет философию общения с окружающим миром и становится самым настоящим магом который может влиять на свою судьбу на зарабатывание денег на здоровье хочет худеть худеет хочет молодеть молодеет хочет быть здоровым здоровеет хочет влиять на людей влияет и после чего человек выбирает для себя что-то